Всем привет, с вами AndriVar. Я тут недавно снял видосик по поводу 100% винрейта в авточест. Сорян, я снял хуйню. Я первоначально играл и играл на пешке 1, то есть на самом низшем ранге. И я думал, я божество, я просто мегамозг. 500 тысяч скачиваний и люди не догадались, что есть кнопка, где можно прокачивать левелы. А на самом деле люди просто первый раз заходили в игру и понятное дело не знали, что это за кнопка. А я уже там 2-3 дня посидел, знал, что это за кнопка и знал, как можно прокачивать левелы. Но здесь есть другая маленькая кнопка, рейтинговая игра, и вот ты здесь уже попадаешься с поциками, которые знают, как играть в эту игру. И теперь 100% винрейта, как вы понимаете, у меня нет. А 100% луз, ну ладно, ладно, 100% луза тоже нет, но первое место я за 2 дня еще ни разу не взял. И все почему? Потому что в этой игре ну просто тупо зашкаливает рандом. Да, то есть скилл, да. Понимание тоже должно быть, чтобы знать куда, что, как, зачем ставить. Но рандом, рандом просто здесь решает. От вещей, которые вам будут выпадать с нейтралов, до количества юнитов и качества этих юнитов, которые вам будут постоянно подбрасываться, чтобы вы могли их комбинировать и прокачивать, прокачивать, прокачивать. Поэтому, ну не смотрите мой прошлый видосик, я как бы ссылочку на него давать не буду, потому что вот так себе. Его можно лучше перефразировать в минутку юмора, как не надо играть в авточест. Ну да, ошибся, ну с кем не бывает. Но игруха реально на самом деле очень сильно затянула, не зря ее называют бестселлером. Года номер один, ну то есть реально классная. Посмотрим, как она дальше пойдет. Посмотрим после бета-тестирования, как в нее можно будет играть. Ну, на данный момент, на данный момент я понял, что для меня есть какие-то любимые персонажи. Например, тот же Снайпер. То есть, кто играл в Доту-2, понимает, что это Снайпер. Он для меня реально, наверное, один из лучших. Потом из такого, как Танк, вот мне просто офигенно нравится Небесный Повелитель. Его Шрапнель, это как мини-клокверк из Дотки, вообще тоже мне очень сильно заходит. А если по легендарочке пройти вертолет, это просто красота. Он такой классный, невероятный кэрри. Ладно, ладно, ладно. В Дотке, конечно же, тоже есть гирокоптер. Он, в принципе, так и называется, гирокоптер, то есть вертолет. И он тоже там кэрри и реально четкий. Здесь он точно такой же четкий. Классная анимация, игруха просто реально решает за счет анимации. Настолько качественно прорежиссована. То есть, я играл в 8-битные приставки в детстве. Играл в эту 8-битную графику, 16-битную. Потом первые компьютеры. И сейчас вот на телефонах эта охерительная графика меня просто тупо затягивает. Вот 31-летнего мужика она просто затягивает и не дает оторваться от этих игрушек. Ну, вот, собственно, и все. Это не гайд, это не обучение, это не познавательный видос. Это просто видос по этой игрушке. Реально, игрушка классная. Скачивайте. Блин, если бы еще и разработчики платили за рекламу этой игрушки, цены бы ей не было. Ладно, все, народ, видос на этом будет заканчиваться. Если вам понравилось, если вы скачали ее и вас она зацепила, конечно же, ставьте лайки, пишите комменты, что вы думаете. Ну, а с вами был Андрей Вар, как всегда. Всем пока.